Чемпионат мира по футболу набирает обороты, а города, принимающие матчи, подводят предварительные итоги организации и оценивают уровень гостеприимства. Первая игра в Самаре показала, регион с точки зрения транспортной инфраструктуры готов к мундиалю на 100%. Об этом заявил глава Министерства транспорта и автомобильных дорог губернии Иван Пивкин. 17 июня в воскресенье на матч Сербии и Коста-Рика на стадион Самар-Арена на автобусах и трамваях приехало почти 30 тысяч человек. После игры обратно в город вернулось порядка 40 тысяч. Обошлось без накладок и очередей. На работу фан-зоны жалобы также не поступали. Однако власти Самары приняли решение увеличить число общественного транспорта для развоза болельщиков. Такая же серьезная подготовка ведется и ко второй игре. Она пройдет 21 июня. На поле встретятся команды Дании и Австралии. Матч пройдет в будний день, однако по оценке организаторов, болельщиков будет не меньше, чем в первый день игры. Хоть рабочий день. Почему? Потому что команды разные, менталитет разный. И команды, имею в виду зрители, болельщики приезжают на разных видах транспорта. И эту ситуацию мы анализируем. Мы в оперативном связи находимся с коллегами из других регионов, в каком регионе уже проходила игра с участием именно этой команды и присутствием этих болельщиков. Исходя из этого принимаем решение. Также на пресс-конференции речь шла о перехватывающих парковках рядом с торговыми центрами на московском шоссе Новосадовой. В социальных сетях прошла информация, якобы они так и не были организованы. Иван Пивкин информацию опроверг. По его словам, соглашения с супермаркетами давно заключены и парковки работают в штатном режиме. Напомним, на приведение в порядок транспортной инфраструктуры региона к Мундиалю израсходовано почти 30 миллиардов рублей. На эти деньги построен новый терминал аэропорта Курумыч. Отремонтированы и построены областные и муниципальные дороги.